15 июля состоялось расширенное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Участие в мероприятии принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения Нурсултану Назарбаеву звания почетный доктор Казанского университета. Вручало звание лично ректор КФУ Ильшат Гафуров. Учитывая влияние президента Казахстана на выстраивание дружеских, партнерских отношений между научными и образовательными организациями Казахстана и нашего университета, ученый совет Казанского федерального университета в октябре 2017 года принял единогласное решение присвоивать Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, доктору экономических наук, президенту Республики Казахстан, звания почетный доктор Казанского федерального университета. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с университетом Назарбаева. У Казанского университета действует соглашение с ведущими научно-образовательными центрами Казахстана, направленные на создание совместных образовательных программ по археологии и сохранению всемирного культурного наследия, где особое место занимает научные исследования в рамках проекта «Шелковый путь». У нас также выстраиваются перспективные научно-образовательные программы с ведущим университетом Казахстана, университетом Назарбаева. Казахские и татарские народы имеют очень тесную культурно-историческую связь. В Казанском университете с давних пор обучалась казахская интеллигенция, и сегодня здесь учатся около 500 казахстанцев. Всего в Казани учатся свыше 1200 жителей Казахстана. Очень приятно осознавать, что в таком вузе учатся молодежь из Казахстана. Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете, как здесь было уже сказано, активно обучалась казахская интеллигенция. Наши взаимодействия имеют богатую историю, которая продолжается со времен Великого Тюркского Каганата, а последующего Золотой Орды. Казахстанский лидер прибыл в Казань с рабочим визом 14 июня. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова